Добрый день, друзья! С вами Станислав Орехов. Сегодня мы в нашей студии, к нам в гости приехали ребята Дмитрий и компания Ruby Monocot. Это отличное масло, сам пользуюсь, всем рекомендую и клиентам, и дизайнерам. Сегодня мы побеседуем с экспертом, чем же отличается масло Ruby Monocot от других, и чем оно лучше, и какие вообще есть по классификации компоненты. Дмитрий, приветствуем, да? Начнем с того, какие вообще есть варианты, если у нас есть дерево, если мы хотим покрыть его каким-то маслом, какие есть типы масел вообще в мире? Ну, мы не будем говорить о типе масел, мы поговорим о типе покрытия. Покрытие бывает только два основных типа. Первое покрытие – это пленочное покрытие, к ним относятся стандартные лаки, которые все знают. Второй тип покрытия – это проникающее покрытие, это классические масла. Давайте с первым разберемся, то есть, что такое лак? Ну, лак – это пленочное покрытие, которое покрывает поверхность дерева, наносится в два, в три, в четыре, в пять слоев. В принципе, износу подвергается только сама пленка. Дерево в этом случае защищено этой пленкой. Со временем, когда появляются протоптыши, какие-то повреждения, вы просто сошлифовываете и наносите новые слои. Плюсы в том, что достаточно высокая износостойкость, но при этом, как получается, лак и блестит? Он блестит и у него есть, ну, по моему мнению, например, лак – это плотный продукт. Если вы в жилом помещении ходите босиком, то чем плотнее материал, то при вот такой вот погоде, когда осенью, полухолодным. А тебе кажется, ты по камне ходишь, а не по дереву? Да, да, вот это вот, наверное, вот так. Отлично. И еще, получается, если там какие-то повреждения, то… То локально не восстановить, это очень тяжело, это там будет химия, вонь. Подкрашивая там чем-то. Так, хорошо, первый вариант. Второй вариант? Второй вариант – это классические масла, то есть классические проникающие покрытия. К ним относятся все масла, которые существуют в данный момент на мировом рынке. Это продукты, которые при нанесении, как правило, это два-три слоя, при нанесении проникают в структуру древесины, полимеризуются, образуют поверхностную твердость самого дерева. Впитываются и их делают в два слоя? Их делают минимум в два слоя, как правило, делают еще третий слой, но он уже больше к пленочным относится, так называемый хард воск. Твердый воск – это тоже, чтобы защитить масло от какого-то вымывания. То есть в три слоя? Ну, могут и в три. Трудоемкая работа получается. Да. Как происходит? Впитывается достаточно глубоко, потом средней глубины, и потом уже воском как защитная тема. Да. Закрываются поры классическим маслом, насыщается пигментом деревяшка, растворитель, который, как правило, содержится в классических маслах, испаряется, масло полимеризуется, и поверхность дерева твердеет. В принципе, основной такой. А здесь нет такой пленочки, как у лака? Тут дерево натуральное. Здесь нет пленочки, если это масло, если сверху будут наносить хард воск, твердый воск, то могут создать некую такую пленку. Для защиты. Да, такую вот. Целегка по блеске. Но это уже более натурально, это классный вариант. Это более натурально, конечно. Ну, есть, получается, минус только в том, что трудоемкая работа, что два или три раза. Трудоемкая и, в принципе, очень сложная локальная реставрация. Там батарея протекла, что-то там где-то поведили поверхность, да, где-то что-то. Ну, воду, если правильно все сделать по технологии, как правило, это полностью гидрофобные продукты, не проникает вода туда. Но восстановление в данном случае, где-то повреждение какое-то локальное, будет делать тяжело, потому что... Опять три компонента надо взять эти, да, и соединить по свету. Делать тяжело почему? Потому что обеспечить такой же уровень проникновения, чтобы не получило сыреола, крайне-крайне тяжело. То есть по свету условно не подойдет? Все равно будет, да. Либо светлее, либо темнее. Карандаши, пасты всякие применяют, если это какие-то механические повреждения. Но это, к правилу, все равно тяжело. Это делает только профессионал, участник это точно. Я так понимаю, плюс со второго способа, да, и минус первого, избавились. Как работает? Да, существует третий вариант. Ну, как сегодня, не третий вариант, а наше масло. Оно, по сути, не относится к пленочным продуктам, потому что не создает пленки классической. И не относится, являясь маслом, не относится к проникающим продуктам, потому что у него нет такой глубины проникновения, как у пленочного, как у масла классического, проникающего продукта. Этот продукт работает чуть по-другому. Этот продукт при нанесении на поверхность действия взаимодействует на молекулярном уровне с чистой целлюлозой. И только один раз. То есть, сколько вы сверху чего как не наносите, все равно вот сколько надо, оно вступило в реакцию, больше ничего не произойдет. Поэтому ни пятен, ни разводов, ни переходов, ничего не образуется. Опять же, локальная реставрация. Если вы где-то что-то повредили, у вас какое-то повреждение, вы подшлифовали, края слегка свели, капаете тот же цвет масла, растираете, ждете 10 минут, вытираете на суху и все. То есть, очень легкая реставрация, есть быстрая реакция на целлюлозу, то есть, получается, на химическом уровне оно вступает. На химическом уровне реакция происходит. И из-за этого цвет тоже не меняется, и если где-то что-то там случилось, то... Локально можно восстановить, еще из плюса вы ходите по чистому дереву, потому что вот та... Пленки нет. Нету пленки, нету, я как сказал, глубокого проникновения, есть некий вот этот вот слой, который состоит, условно говоря, из молекул дерева и молекул масла, проагировавших между собой. Благодаря чему, во-первых, тактильные ощущения остаются как чистое дерево. То есть, если вы закроете глаза, возьмёте обработанную поверхность, отличить тактильные будет очень сложно. И температура поверхностная в помещении будет равна всегда температуре чистого дерева. То есть, вы ходите по чистому дереву... Не нагревается и не... Оно, если оно нагревается, как чистое дерево нагревается. То есть, ну, условно говоря, если взять поверхность, вот, распилить, это покрасить, это не покрасить, взять тепловизор и посмотреть, то разница поверхностей будет. А зачем нам это тепло нужно? У нас одна из клиенток, мы на это внимание не обращаем, сказала, что вот у нее дом и она решила переделать спальню. Ну использовала наше масло на полу. Во всем остальном доме у нее находилось классическое масло. Так вот она нам сообщила следующее. Ребят, когда я хожу с утра, просыпаюсь у себя в спальню, привожу себя в порядок, я хожу босиком. Ну как только я хожу в зал и куда-то еще, у меня ноги начинают мерзнуть, хотя там тоже масло. Из того, что мы видим, как устроено из двух компонентов, насколько я понял, есть компонент А, компонент Б. Один компонент А работает, но нужно ждать, пока он впитается. Полная полимеризация, 21. Но при этом его можно полностью использовать и даже на полах, что делали, когда не было еще компонента Б использовали, работали все простое масло. Мыть можно только полимеризацию. Воздействует влага через 20 минут. А есть еще компонент Б, который добавляется сюда. Он никак не изменяет цвет, структуру. У него просто быстрее происходит реакция и мыть можно пол уже через 7 дней. Он ускаляет полимеризацию до 7 дней и повышает износостойкость дополнительно. Вижу разные цвета есть. Есть дуб, это выкрасы по дубу и разные образцы. Мне, как дизайнер, очень удобно, если есть такой маленький пробничек, который можно попробовать покрыть, показать клиенту, согласовать и по вот этому номерам всегда взять. Если у меня через год я захочу там что-то добавить, я могу всегда купить то же самое. У меня цвет даже не поменяется. Не поменяется. Цвет одинаковый на протяжении 15 лет. Если реставрация, у меня тоже покупают не целый. Покупаем маленький пробник, вам это будет достаточно. Для того, чтобы у меня был такой же, я покупаю пробник. Удобно достаточно. И по цене, наверное, самое здесь важное, потому что когда сравниваешь цену этого продукта и другого, всегда рекомендую сравнивать по квадратным метрам. И не по банкам, там сколько что-то, а квадратный метр готового покрытия. Даже вот здесь. Цветного масла розничная цена квадратного метра получается 247 рублей. 252 рублей, да. Других масел, если посмотреть, двухкомпонентных получается около 350. Около 300-345 рублей. Плюс работа, там еще двойная работа идет. Там минимум это две операции по нанесению. Скорее всего, промежуточная першлифовка, потому что может ворс подниматься. Ну, я как эксплуататор, да, я не только делаю со строителями, я и сам попробовал, да, чтобы все то, что говорит Дмитрий. Да, видео ваши смотрели. Сделал тоже у себя. У нас есть там кухня, столешницу мы зашкурили, да, потом покрыли. И вот работает все классно. И в принципе это заняло, наверное, минут 30, чтобы покрыть всю столешницу. Очень прикольно, и запах такой хороший, и чувствуешь себя, что сделал что-то своими руками. Плюс, кстати, да, вот вы правильно заметили, плюс этого продукта в том заключается, что может работать даже ребенок. Да, и там не остается ни на пальцах, ни на чем, просто помыл просто и смыл. С водой, да, смыл, но все это теплой водой. Спасибо. Вот такие основные, наверное, плюсы. Достаточно большое количество из разных элементов, да, мы сейчас их посмотрим и в следующей части покажем, как работает это все на конкретном примере вот этой доской. Ну, с этой доской, да, попробую покрасить. Дмитрий, во второй части нашего видео расскажите, пожалуйста, что у нас, что вы принесли. Что вы принесли. У нас только тут всего, да. Ну, для начала, что вы принесли, все очень просто. Давайте так, перед тем, как мы начнем разбор, я хочу сказать, что масло подходит для дизайнеров. То есть, ребята работают с дизайнерами, если вы делаете, то вот все, что мы сейчас рассказываем, это, по сути, информация не только для вас, но и то, что вы можете рассказывать для клиента. Рассказывать, можно видео показать. Масло. И также клиенты тоже могут сами покупать. Да. Каких проблем нет, обращаться и эта информация подходит и для финальных пользователей. Да. Что за баночки? Так, все очень просто. Это баночка. Масло для внутренней работы. Это основной продукт, получается? Основной? Нет, он единственный. Единственный. У нас единственное масло, Rubium Nacot Oil Plus 2C. Все в разных цветах. Более 80 готовых к применению цветов. Это масло можно применять на любых типах поверхности внутри помещений. Полы, лестницы, мебель, изделия, контактирующие с пищей. Даже детские игрушки. Детские игрушки. Вы можете сделать деревянные податочные доски, раздаточные доски, обработать этим маслом. Это единственное масло в мире, которое имеет сертификат Еврофенс Голд. Это сертификат экологический. Будет интересно посмотреть. Второе. К ней же это отвердитель, то что делают просто... К ней дополнительно можно покупать. Это акселератор. Это не отвердитель, потому что отвердитель двух компонентных масел классических. Это акселератор. Что он делает? Он ускоряет процесс полимеризации этого масла с 21 дня до 7 дней. И дополнительно повышает износостойкость эксплуатируемой поверхности. Процесс полимеризации, да? Это процесс окисления масла. Да. Это, по сути, когда оно будет готово к полной эксплуатации. То есть, пока оно не готово, нельзя мыть водой. Мыть, да. Но водой воздействовать протереть можно, но воздействовать мокрыми тряпками или оставлять воду нельзя. Это говорим, если говорить о продукте для внутренних работ. И есть второе масло в нашем ассортименте. Это масло для наружных работ. Его уникальная способность в том, что им можно работать и внутри помещений. И мало того, обрабатывать детские деревянные грузы. Чем отличается? Этот продукт более стойкий к ультрафиолету. Этот продукт способен защищать поверхность дерева на улице. На улице более пяти лет, в экстремальных климатических зонах. А почему тогда это нельзя использовать дома? То есть, вместо этого? Плюсы и минусы вот этого. Плюсы и минусы очень простые. Здесь выше износостойкость. А здесь ультрафиолет? Здесь стойкость к ультрафиолету выше. Здесь расход 20 мл на квадратный метр. Здесь расход 30 мл на квадратный метр. Многие у нас применяют наружные масла внутри помещений, когда это небольшие площади. Потому что это продукты с своими уникальными цветами. Он подороже только почему? При одинаковой стоимости банки здесь выше расход. Поэтому здесь 50 квадратных метров, здесь 30 квадратных метров. У них своя шкала какая-то? У них своя цветовая шкала. Понятно. Интересно. Окей. Тогда для нас, для интерьера вот это больше подходит? У него есть компонент B? Да. Компонент B сюда добавлять можно не более 10% в том случае, если вы обрабатываете декинг на улице. Понятно. Либо столешницы, горизонтальные поверхности для того, чтобы износостойкость была чуть выше. И сколько времени? Тоже 21 день? Нет. Этот продукт по своей сути, если мы говорим о покраске деревянного дома, готов к использованию. Как только вы вытерли излишки, через 10 минут просто нанесли и все. То есть почему? Потому что дождь. То есть это более технологично? Это технологичный продукт, но для наружных работ. Понятно. Что еще? Так, теперь. Ну еще из того, что здесь есть, вот я хотел бы тоже показать интересный продукт. Это Universal Montanese Oil. Это тоже масло. Вот у нас три получается масла. Это масло для восстановления любого типа напольных покрытий. Точнее сказать, для восстановления полов. И что? Покрытых любыми маслами. Что он делает? Он существует в пяти цветах. Прозрачный, коричневый, черный, белый и серый. Вы моете полы, покрываете монтонезом с расходом 1 литр 200 квадратных метров. Он создает микропленку с высокой степенью изостойкости. И дополнительно насыщает пигментами те участки, где были потертости. То есть происходит обновление. Это обычно в ресторанах используется. И также его можно использовать как средство по уходу для ресторана. Если у меня вот такой, покраска такая, мне нужно использовать это или не нужно? Ну, только в случае коммерческих помещений. Понятно. То есть это для дома не нужно для ресторанов больше? Можно для дома использовать. У нас некоторые используют, он повышает блеск. А, понятно. Мне, например, блеск не нравится. Мне нравится натуральный сделок. Поставляем для ресторанов. И самое главное, вот то, что я в принципе, знаете как, я всегда стараюсь обращать клиента на внимание. Есть такая вещь. Рубио монокот, СОАП. Это средство по уходу за полами, лестницами, любыми покрытиями, любыми поверхностями, покрытиями, любыми маслами. Очень уникальный продукт. Очень хороший продукт. О нем я могу говорить вечно. А давайте кратко. Что он делает? Это мыло для специальных покрытий. Это мыло для полов. Если мы его разбавим в более концентрированном виде, не так как для мойки полов, а в концентрированном виде. Его можно применять для очистки любых бытовых поверхностей. Наши клиенты очень часто любят отмывать белые подоконники. Их же вымыть практически ничем нельзя. Принцип работы продукта при нанесении на поверхность, он отторгает от поверхности все загрязнения бытовые. То есть, как я говорю, грязь начинает всплывать. Интересно. Поэтому после этого очень сильно повышаются эксплуатационные свойства полов достаточно. Но самое главное, ваши полы выглядят всегда новыми и красивыми. И у вас в порах дерева не накапливается грязь. Вы видите на дубе очень много пор. Со временем туда пыль, грязь затирается, забивается. Этот продукт оттуда и все достает. У вас полы всегда чистые, красивые, не заглаженные, не жирные. Надо попробовать, да. У нас такого нет. Ну вот и попробуйте, я вам оставлю. Хорошо. Будете пробовать, да. Что еще? Это вот этот продукт. Это и есть тот самый СОАП, но только в разбавленном виде. Ага, уже мука. Да. То есть, в принципе, вы можете купить это, если будете применять там при очистке мебели и прочее. Можете купить это, отлить отсюда чуть-чуть, добавить в брызок, добавить дистиллированной воды и все. Это используйте как концентрат для полов, а этим пользуйтесь в бытовых условиях. Там холодильник почистить и прочее, прочее тоже можно. Отлично. Снаружи. Что следующее? Так, ну а следующее, что это просто продукт для подготовки дерева перед нанесением масла. Что значит подготовка? Все очень просто. Наш продукт реагирует с древесиной, но если вы члифовали поверхность и на ней находится, особенно если это дум, в порох находится очень много древесной пыли, продукт не будет выбирать, это сама поверхность или это древесная пыль. А он туда впитается. Продукт может ступить с древесной пылью в реакцию и после чего смыться. Клинер, перед нанесением масла проходим поверхность, клинер достает все загрязнения, убирает все загрязнения с поверхности дерева. Это до того как? Это перед применением масла можно применять. Можно, но не обязательно. Не обязательно, если сделать хорошую пылесоси, профессиональным пылесосом, можно это не применять. Опциональная вещь. Опциональная вещь, да. Что еще? А все уже. Все, это основные продукты. Вот это маленькое. Это что? А это то же самое масло Oil Plus 2C, вот такое же масло. Насколько вот этого масла хватает? Вот это классический вариант для лестниц. А, лестница. 18 квадратных метров. Человек берет эту баночку и говорит, стакан масла и целая лестница. Все лестница. То есть стаканом масла можно покрыть всю лестницу, да. Но смотря как лестница, это 18-20 квадратных метров. Понятно. Отлично. Спасибо за ассортимент. Более подробно можно посмотреть на сайте Ruby Monocode и задать вопрос по почте. Спасибо. В этом видео мы попробуем сделать невозможное либо возможное, да. В бытовых условиях. В нашем офисе, да, в бытовых условиях, на стеклянном столе, в белой рубашке буквально. Попробуем покрасить часть нашего пола, да, это дуб, обработанная. Дубльная доска. Сто двадцать, сто двадцать, сто пятьдесят здесь он нашлифован. Попросили строителей. Теперь можно уже посмотреть, как работает. Да. Давайте, что мы выбираем? Мы выберем масло шоколад. Шоколад. Десятый, да. Самое популярное масло. Шоколад. Хорошо. Да. Масло всегда, так как масло полностью натуральный продукт, в нем нет никаких веществ, которые препятствуют оседанию пигментов, поэтому его необходимо взболтать, перемешать удобным способом. После чего вы просто берете, ну в данном случае мы рекомендуем использовать падание, у нас есть в ассортименте. Это полиэстероабразивный диск, который впитывает масло, но при этом очень хорошо его отдаёт. Как паралончик, только твёрдый. С губкой, да. После чего? Его, кстати, где такие штуки брать? У нас, без проблем. У вас, конечно. А в бытовых условиях нигде их не купить, да? На рынке или ещё где-то? Ну, нет. Материал, он необычный. То есть, вот я вот трогаю руками, он не как пролом из дивана. Он некий такой какой-то полиэстеровый. Просто берем чуть-чуть масла, вот заметьте, чуть-чуть масла я взял из бутылочки. И любыми условиями, любыми движениями, в любом направлении мы наносим масло на поверхность дерева. В этом случае главным условием будет, чтобы не образовывалось каких-либо пропусков или незакрытых пор, особенно на дубе. Наложение нормально, то есть, вот что оно идёт? То есть, то, что мы там лишнее где-то оставили и прочее. Мы дальше размаживаем. Вы его просто растягиваете. Вы его растягиваете. Если у вас где-то что-то вот так могло остаться больше. Оно высаднет, его можно стерить. Ну, да. Единственное, там, ну, так скажем, ни пятен, ни разводов не будет. Единственное, чем дольше она будет, эта плёнка полимеризоваться, тем труднее будет стирать. Но стирать потом тоже можно сделать. То есть, опять, берёте тоже масло. Нет, тоже масло берёте, капаете чуть-чуть того же цвета и просто подтираете, и всё. Можно делать, как на маленьком таком образце, маленьким кусочком. Да. Есть большой диск, когда целиком покрываем комнату, просто шлипаем, вальная машинка, и диск туда на неё ставится. Да. Есть диски, есть квадратные, падают для ручного нанесения, где-то в углах проходить и прочее. Это мы просто на кусочки режем для того, чтобы было удобно обрабатывать. Опять же, плюс этого масла, во-первых, запах. Запах у неё, конечно, сказочный. Да, сказочный запах, да. Плюс этого масла в том, что если вот вы покрасили половину, какую-то часть, и вас что-то отвлекло, вас что-то отвлекло. Вот так вот осталось, пошёл чай попил. Да, пришёл, продолжим, ни пятен, ни разводов не будет. Ну, собственно говоря... Это вот маленькая капелька, да, была? Да, маленькая капелька масла. Собственно говоря, после этого вы оставляете на 7-10 минут поверхность для того, чтобы реакция первичная пошла. После чего мы просто берём ветошь. Но так как это у нас поверхность не будет эксплуатироваться, не будет эксплуатироваться, мы не будем ждать там 7 минут. Мы просто берём любую тряпку, которая способна впитывать масло, и просто удаляем излишки. Просто протираем её. Если там, ну, не удалить, она ничего страшного не будет, она потом вымыться, да? Ну, если не удалить, страшное будет. Будет удалять лучше, потому что если вы не удаляете... Вот смотрите, мы протёгли доску, сейчас у нас... Финальная уже? Да. Сейчас у нас кислород воздействует на доску, и у нас идёт реакция. А тогда потом... Если у нас остаётся какая-то плёнка, плёнка полимеризуется, создаёт плёнку, и вот то масло, которое находится под вот этой плёнкой... Она не будет работать. Оно будет находиться в том же состоянии, как было на момент, когда мы нанесли эту плёнку. А когда мы уберём? Если мы даже через год уберём эту плёнку, сотрём, то вот это пятно будет иметь в таком же состоянии быть, как только мы его обработали, они начнут дозревать дальше. Понятно. И так же через 7 дней надо только дозреться. Это излишки, как и древесная пыль на поверхности дерева. Надо убирать. Это зло. Это надо всё убирать, да. И, собственно говоря... Вот сейчас я ещё протру чуть-чуть и... Собственно говоря, сухо, чисто. Кстати, в тапочках можно практически сразу ходить по полу. Прикольно, да. Потому что удалить, протереть его, стереть вы уже ничего не сможете. А какой вот для дуба вы ещё рекомендуете? Ну какой ещё популярный? Вот, допустим, мы посмотрели... Тот, который у вас на полу. Нет, тот, который у вас на полу. Как он называется? Дарк Оук. Нет, у нас... Кастелл Браун. Кастелл Браун, да. Но они похожи, их редко отличают. Понятно. Здорово. Я могу сказать, как мы делаем вообще тоже всем клиентам. Рекомендую. Потому что это просто дешевле получается. Если у тебя большой там дом и ты хочешь сэкономить, не обязательно покупать там дорогой уже готовый продукт. Хотя можно тоже. Это уже по желанию. Но как один из вариантов, мы, допустим, покупаем такую доску. Она стоит около 3000 за метр квадратный. Не обработанная ничем. Дальше мы понимаем, что мы хотим покрыть поверхность именно Ruby Monocot. По каким причинам? Чтобы было потом легко реставрировать. Для меня самое вот это важное. Даже не то, что я сейчас там чуть больше заплачу, а то, что потом, если где-то что-то будет... Ну, чуть больше вы даже тоже не заплатите. Если потом нужно будет где-то что-то реставрировать, у меня всегда тюбик и я могу всегда изменить. Кто-то что-то пролил, там еще что-то покрасил. Какие-то деформации я взял и использовал. Когда я купил уже что-то готовое, то там, где я буду такой цвет искать, будет очень сложно. Вот поэтому, что мы делаем? Мы покупаем, ну вот наша студия так делает, в принципе, рекомендуем там себе и клиентам. Покупаем по 2000, укладываем отдельно и потом мы проходим так вот баночками по всей поверхности и у нас получается чистый хороший пол. И при этом себестоимость получается? Да, получается 3000, 200 рублей у нас строители берут за то, чтобы положить и 250 это материал. Но, в принципе, да, то есть мы со всеми делами получаем за ты 500 очень вот готовый хороший продукт. Ну, мне нравится, да, я считаю, что вполне окей. Сегодня мы посмотрели продукцию компании Ruby Monocot. Также мы приглашаем других участников рынка, кто имеет достойную продукцию, кто готов представить ее уважаемым дизайнерам и клиентам, кто готов о ней рассказать честно, ответить на любые вопросы. В книге энциклопедии дизайн и комплектация, можно тоже перевести, почитать, я даю полный алгоритм, как поставщику презентовать себя без каких-то там сложных, заумных слов, фраз. То, что реально нужно знать дизайнеру, то, что реально нужно знать клиенту. Те вопросы, которые мы задаем, они будут, что это такое, классификация, чем лучше, сколько стоит, чем отличается от конкурентов. Если у вас классная, хорошая продукция, привозите ее к нам на тест-драйв. Мы ее используем, позадаем вам вопросы, читайте книгу, тут написано, как нужно правильно презентовать себя для того, чтобы дизайнеры выбирали вашу компанию среди конкурентов и чтобы вы зарабатывали больше. приходите, ждем вас! Время 2 2 6